Субтитры делал DimaTorzok 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 Да, спасибо И по сути команда это набор действий Которые нужно выполнить для того чтобы получить результат Самый простой пример будет Например, представляем обезьяну Она живет в джунглях И ей очень хочется кушать И первая обезьяна еще хочет Видит бананы и бежит к дереву И ее съедает тигра Вторая обезьяна, она такая шимпанзе, у нее рефлексия развита и она боится всего и никуда не идет, тоже умирает с голоду. А третья обезьяна, она берет эту палку и начинает выписывать, нужно подойти к дереву, посмотреть нет ли хищников. Если есть хищники, отогнали. Потом следующий день свернуться к дереву, потом залезть на дерево, взять банан, слезть с дерева, убежать в кусты и съесть банан. Все, обезьяна счастлива и довольна. Ну и когда это пример с обезьяной и чаще всего, когда вы добавляете гейдотичь и добавляете в проект, то вы четко описываете критерии приемки этой задачи и что должна задача выполнять. Поэтому, когда задачу ставите себе, либо вам менеджер ставит, либо выясняете требования с бизнес-аналитиком, вы должны поставить очень четко и потом разбить на подпункты, на типа степы. И точно так же заходитесь в проекте. Вот, собственно, про это. Я буду примеры кода приводить плохого и хорошего в конце проекта, а пока просто расскажу. И когда у вас есть четко описанные степы выполнения и есть, ну в общем они есть, то можно легко поставить диаграмм, нарисовать диаграмм. И это очень часто важно в сложных местах, когда идёт различное светление. Сейчас, попробую. Давай демо. Да, я специально нарисовал. Всем экран видим? Давай зумимся. Вот, например, вот это вот обычно так выглядит... Первый проект? Да, киш-то первый мерзлый проект. Зум белый? Не видно. Давай ещё. Ещё зум? Давай ещё. Ооо! Е-е-е-е-е-е! Аж кровь из глаз. Вот, по сути, все используют Active Pickered модель. Как команду. Команду, в которой все будут включать и создание, и обновление, и удаление, и ещё кучу разных командов отвечать за получение данных. И начинает довольно лястиво. Before Validate, Before Create, и вот, бла-бла-бла. А потом многие начинают усложняться. И начинается этот, что, например, в одном действии нужно запускать, один callback в другом не нужно. И один callback дергает другие записи, которые имеют тоже callback. И не как будто это индийская старт вообще. Получается, на Node.js. Нет, на Node.js, на самом деле, всё лучшее нужно написать, чем на рубеже даже. Вот. На самом деле, вариант, где вы пишете всё в контроллере, всю лейтку, намного лучше, чем вот такой вот вариант. Где всё обиделись в модели. Потому что, в первом случае, идёт мешанина, когда разделяете логику в экшенах контроллера, то получается... Мешанина в другом месте. Мешанина в другом месте, но ты разделяешь хотя бы интерфейс к обращению к объекту и к его модификации. И самая важная штука – это в коде никогда внутри метода не запрашивать следующий метод, который какой-то выполняет бизнес-лойку. Например, после создания поста создать комментарий, а после комментарий ещё повести всех. И, ну, как бы, проще всего это, когда ты пишешь, ну, кажется, после поста вызвать метод, где будут создаваться комментарии. И внутри метода, где создаётся комментарий, там уже ещё вызывать. И получается внутри, внутри, внутри. И когда человек смотрит на сам код, то не видит всю картинку целиком. Вот. И это рефактор, если ему нужно и важно. Лучше сразу так написать даже. Ну, и поддержка такого кода, где всё оно заключено в кулбэках. Либо часто советуют использовать publish-subscribe pattern. И начинают подписываться и publish-ить ивенты внутри методов, внутри методов. И так на цепочке, репульсивно, это вряд ли чем не лучше. Он такой же коричневый. Вот вариант, ну, такой, искусственный вариант с publish-ом. Здесь, например, есть класс 1. Это, может быть, какой-то входной класс. Даже в том же контроллере. И если выполнена логика успешно, то event создаётся 1finish. Если не успешно, то 1fail. И мы подписываемся. Класс 2 подписываем. Класс 2 подписываем. Класс 2 подписываем. Второй класс тоже что-то делает. И начинает publish-ить другие ивенты. 3-4. И потом уже второй. На второй класс подписывается 3-4. Это если... Самый простой пример. Это создание поста. Когда пост создан, нужно создать комментарии. Когда комментарии созданы, то нужно ещё там добавить этот комментарий. Вот. И почему такая ошибка происходит? Потому что все читают книжки по паттернам. И там говорят, что нужно как можно сильнее разделять пробить код. И чтобы он был, типа, независимый класс отлежал. Но они понимают основную картину. И любую последовательность действий можно представить в виде какой-то одной сущности. Вот. И эта сущность будет часть какой-то другой последовательности. Ну, так получается всегда, если я абстрактно мыслись. Примером будет Trello-доска. Ну, такой самый очевидный. Все видели Trello-доску. Вот. И доска является коллекцией списков. И при этом каждый список является коллекцией карточек. Вот. Но если дальше посмотреть, то сама доска это элемент коллекции организации. Вот. И всегда какой-то список он будет и самой сущностью, и элементом целого. Так. И... Сейчас. Не то слайд там. Вот. Вот. И если как бы все делать четко там по паттерну и все разгребать, то это будет явно овер инжиниринг, и проект будет сложно поддерживаться. Если же использовать просто стандартный MVC, то код быстро прощается в какую-то помойку. Поэтому нужно что-то среднее. Средний, хороший вариант. Да. Это тоже паттер. Это тоже паттер, но он минимальный вообще. И не подходит абсолютно для какой-то длительной разработки. Вот. И проблема с каким-то общим решением это в том, что разработчики, которые приходят на проекты, они должны быстро понимать довольно-таки быстро, что происходит. И какой как бы структура, архитектура вот кастомно используется в проекте. Если начинать задвигать там про всякие кучу паттернов, которые используют в проекте, то это будет сложно, и каждый будет по-своему писать. И была такая идея, что ну вот разработать какое-то одно решение на основании этого концепции, что все является списком одновременно. И список это, и часть целого. Вот. И как-то несколько лет назад стартовал один проект, и он вот выжил после всего того, что я с ним делал. И другие люди. Вот. И внезапно появилась, ну да, появилась как-то его три-фактор есть, но при этом, чтобы и много инженеров приходили на проекты и понимали, что делать. И как-то свой опыт перенести на другие проекты. Вот. И тогда хорошо очень подошел к патам команды, и сейчас покажу пример кода, который он себе представляет. Вот. Библиотеку где-то год назад мы с моим напарником вынесли из проекта и назвали ее Operational. И она, как бы, цель ее это структурировать скот, и чтобы у человека, у инженера не было такой рекурсии, а он понимал бизнес-логику. То есть она идет, глядя на один класс, можно было понять, что там происходит. Вот. И, ну вот, контроллеры все выглядят знаково вот так вот в проекте, модели все они абсолютно пустые и являются только схемами обращения к данным. Вся логика находится в сервисах, а операции они объясняют и описывают в каком порядке, после чего и при каких условиях должны выполняться какие-то действия. Вот здесь вот на картинке пример операции создания ордера. И тут создание ордера, то есть все, что происходит до его создания, конечно, в Builder. И самое интересное, что происходит после его создания. Обычно во всех проектах после создания объекта нужно что-то с ним еще сделать. Там провалидировать, перерасчитать, отослать сообщения и тому подобное. И лучше это делать в плоской структуре, когда метод называл initialize pullbacks, то описываешь просто, что должно быть после создания объекта. Но этого оказалось мало, потому что запросов было очень много к проекту. И очень многие коллбеки, они могли часами выполняться. И вот это как бы осталось деселем, а внутри все коллбеки выполняются через Redis. Отправляется очередь в Redis и уже другим рантаймом начинает обрабатываться. И получается, что каждый коллбек выполняется в независимом потоке. Хотя в классе он описывается просто вот такой плоской структурой. И когда инженер пишет, ему просто не нужно думать, в каком потоке это будет выполнено. И если ему нужно какая-то очередь использовать, он пишет, например, название очереди, либо очередь опускает, и тогда оно будет вполне синхронно. А как-то синхронизируется изменение объекта? Ну, если пока вот там вот выполняется в этих тредах, где если объект поменялся? Если объект поменялся? Ну, когда начинает выполняться коллбек, вот отдельно каждый коллбек выполняется в отдельном треде. И у тебя есть пропсы, это сериализированные параметры, которые, но и отправились в этот коллбек. И там не хранится объект. Там хранятся примитивные типы, то есть, например, один из них, кто это сделал, и необходимые поля. И когда тебе нужно это выполнять, то ты запрашиваешь объект заново. Я так понял, несколько раз приедут notification и все. А? Ну, если объект изменился в процессе отправки предыдущих notification, то просто приедут они еще раз. Ну, с обновленным статусом. Ты имеешь в виду, если одинаковый оргс создан два плавиатуры, или что? Нет, это вот человек спрашивал. Если, допустим, мы поставили в очередь notification с определенными пропсами. И что происходит, если этот notification еще не ушел, а объект опять изменился? Ну, будет поставлена еще одна задача. Еще одна задача. Еще одна, да? И рельсы богатые библиотеками, типа sidekick и rescue. И там проверка на уникальность job есть. Если у тебя несколько job с одинаковыми параметрами, то будет выполнен один. Это уже другой контент. Я не отправился. Вот. Ну, и присутствует обязательно сериалайзер, потому что в самой операции мы работаем с рекордом. Это какой-нибудь не примитивный, не нативный тип данных. А в редисе можно применить только нативный тип данных. Вот. Но постепенно проект рос, и требования становились все сложнее и сложнее. И уже такой плоской структуры было недостаточно. Потому что, например, нужно было выполнить два или три фоновых задачи. И когда все они будут выполнены, то выполнить еще другие задачи. Вот. Это как бы цепочка промиссов получается, где каждый промисс находится в отдельном трейде. И если так вот рассуждать, казательно, что все является списком и как бы все элементом списка, то вот эта сама операция, это является списком каких-то действий. И, по сути, каждый кулбэк, это может быть он сам, ну, событие какое-то, и это может быть тоже списком каких-то действий. Вот. И тогда, примерно, может, пару месяцев назад оформилась сама идея. Назвал ее event sequence, потому что, ну, по сути, как я объяснял, что все является ивентом, и при этом является и sequence. Ну, контроллер остался точно такой же, а вот уже что происходит внутри этого списка действий, это уже намного интереснее. Потому что уже нету деления на операции кулбэки, есть списки. И списки, они могут работать и синхронно, и синхронно, и можно указывать разные очереди, в которых они будут выполняться. И это еще стало удобно, потому что бизнес-аналитик стал понимать, что происходит, глядя на код. Например, вот в этом классе можно понять, что в контроллере вызвался вот этот вот список, и у него есть ивент, это build record, потом проверить permissions, потом создать order, потом перезапросить, потом запустить фоновую задачу, которая называется broadcast, потом вид отдельной фоновой задачи, и создать нотификации в фоне, и есть after all sequence. Вот он будет выполнен, когда все вот эти вот три задачи успешно будут выполнены. Ну и описываем таким вот DSM. В итоге мы получаем, что одни действия тянут другие действия, и третьи действия там еще четвертые, и много еще происходит, но есть отдельный класс, который отвечает за то, как управлять порядком выполнения этих действий. И сами классы, которые создают нотификации, например, там управляют ордеры, там перерасчитывают, они делают только одно дело, там перерасчет, отправка нотификации, еще что-то. А логика как это выполнять, в каком порядке, она описывается с помощью DSL в специальных классах. Вот. А не лучше было бы сделать, например, вот этих же Evans'ах, там, например, класс, broadcast, sequence? Что там происходит, непонятно. Где? Вот здесь он происходит? Ну, вот нужно лезть туда, в broadcast sequence. Нет, он описан выше, вот здесь вот. Вот, это event, в котором есть только, это последовательность, в котором есть только одно событие. Это нужно держать в голове. Не лучше было бы сделать вложенную, не только символы передавать, но еще и хэши. В смысле же, ты влезаешь вверх и смотришь, что находится. Оно находится вложенную. У тебя описывается модуль, потом класс, и потом у три класса вложены другие классы. Хорошо, но ты же не будешь проект писать в одном файле. Ты разбиваешь под каждый event отдельный класс. Например, создание ордера. И все, что связано с созданием ордера, описываешь внутри него. Хорошо. Сколько это может быть? Сколько это может быть? Ну, сколько строк, ну, реально. Сколько здесь строк? Ну, здесь почти 100 строк. Угу. Вот. Если нужно, то, например, бит-сиквенс можно вынести в какой-то глобальный скоп и здесь просто использовать. Вот. Зачем это надо? Зачем нужно такое описание через sequence event? Ну, на рубль мы пишем человека понятным языком. И так, чтобы еще не программистам было понятно. Вот. И... Зачем? Ну, просто аналитик смотрит код. Так. Ну, собственно... Как вы тестите sequence? Тестим. Используешь... Не используешь и бандеры какие-либо? То есть, здесь, например, они все будут работать. Ну, понятно, что с класса ты тут все потестишь. А вот именно последовательность вы кто тестите? Ну, тестишь все по отдельности. Если все по отдельности работают. То есть, они 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 будут работать вместе. Будешь знать. Будем. Нет. Ладно. Подожди. Они же у тебя... А? 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 Они атомарные, вы скажете? Они все атомарные. И у каждого, который props приходит, это нативный тип данных. Там идишник будет, кто сделает, что сделает. А, в принципе, да. А, вот тестите отдельно, но последовательно. Ха-ха-ха. Или какие тесты? Ну, вот, секенсы вот эти вот. Ну, чисто секенсы мы не тестим. Мы тестим отдельно ивенты. И есть интеграционные тесты. Когда мы все продолжение тестим. В чем большой плюс того, что мне нравится? То есть, ты пишешь код, его пишешь плоско, а оно у тебя в разных трейдах выпускается. И... Как данная Shite? Никак. Данная Shite. Ну, чтобы Shite дать, тебе нужно, по сути, создать секенс и выбрать какие-то параметры. То есть, ты данные только через базу? Нет. Нет. Через шину. Например, если используешь, то можешь пользоваться и эксив декор. Ой. Эксив джоб. Либо сайддик. И используешь их, чтобы шарить данные между друг с другом. Нет. В принципе, можно пошарить данные, если использовать GV. Нет. Зачем шарить данные? Есть такой концепт как EventSong, когда есть одна машина, и туда создается event с какими-то параметрами. И потом первый закладывает event в обработке. Например, если... Первый, второй, третий. А второму нужны результаты работы первого. Какому второму? Ну, есть... Которая синхронная. Да. Есть порядок. Первый, второй, третий. Второму нужны результаты работы первого. Вот если ты ниже прокрутишь, у тебя же там просто... В середине у тебя и... Ты прописываешь, да? Например, Create Order, да? Ну, те, которые в названии имеют event в данном случае, либо через символ объявляются, это просто event. Event все выполняются синхронно. И результат каждого event доступен следующим event. Это как цепочка промиссов. Выполнился этот, результат его доступен здесь. Выполнился этот, результат здесь доступен. Вот. Потом, когда вот это все выполнилось, результат Refetch Order отправляется в Broadcast Sequence. Как ты регистрируешься? Ну, то есть у тебя есть... По, я не знаю, там, по event идет транзакция какая-то, надо их обработать. На случай, если где-то что-то пошло не так, как ты их обкатываешь. То есть у тебя схлопывается вся транзакция обратно? Ну, да. У него там fail, unfail, after all... Есть, да. Это типа позитивная последовательность выполнения. Есть негативная последовательность выполнения. Вот. И она точно такая же. Здесь, например, у тебя что-то сломалось, ты здесь отсылаешь письма. Либо оно не сломалось, а какой-нибудь там поставщик не может произвести продукт. И тогда уже всех отключаешь и отказываешь. Если они их всегда отдомают. Ты отправил свою нотификацию, она сломалась потом, да? И ты говоришь, верните назад всю нотификацию. Это неправильно. В данном случае это на примере не описывается, но с помощью этого DSL это можно описать, если надо. То есть тогда нужно, как ты предлагаешь вариант, нужно добавить sequence, который там будет называться approve, и уже после approve отправлять вот эти вот все. То есть это конструктору и DSL для того, чтобы писать четкий код и абстрагироваться от того, что это у тебя там... Ну внутри оно работает через message-buzz. А какой-то вопрос, а как это все дебажить? Дебажить? Да. Вот если что-то пошло не так. Для дебага ты ставишь async везде. Синхронно просто. Синхронно. А что за low? Просто naming или на приоритет? Это пример из... Короче, забыл все добавить. Здесь есть параметр необходимый queue. Вот. И если у nil это синхронно, если это не nil, то это какое-то название очереди. Вот. Там написано low для упрощения удобства. Как дебажить? Как дебажи? Дебажи ставишь все синхронно. Вот. И дебажишь. А если синхронно работает, то синхронно не работает. Такого не было. Такого не было. Но у тебя, во-первых, есть... Ты можешь запустить синхронно и посмотреть, все работает или нет. То есть эти event внутри, ты говоришь, что она последовательно выполняется, но в то же время асинхронно это как? Event выполняется последовательно асинхронно, а sequels выполняются асинхронно. Ага. Вот. По сути, с каждой сиквелсом дает новый проект. А сиквелс здесь? Вот если вы вентин. Да? Мой сиквел вентин написывает, в каком порядке что нужно запускать. Да. Ну, список. И вот. Я начинаю запускать первый, потом результат сюда вращает. Запускает этот, результат сюда вращает. Вот. Доходит до последнего ивента и использует сериалайзер, который здесь указан. сериализует эти результаты в последнего ивента и передает уже в сиквелс. Нет, так он передает больше во все, если они все дальше асинхронно будут. Да, в каждой ивент передает. То есть вот эти уже независимые. Нет, здесь, я так понимаю, в ивенты исполняются один за другим. А вот если второй сиквелс добавит, у них какая-то связь есть? Куда добавить? Нет, сиквелса не связан. Сиквелс, по сути, создает такую ветку отдельную. Ну, ветвение идет. Ну, типа каждый секвенс получил на код пропс и все, и они начали выполняться параллельно. Да, но каждый секвенс может знать о всех секвенсах, которые существуют. Потому что у тебя after all выполняется через wait на остальные заряды. А почему? Это уже не осуществляется. Ну, то есть, блин. Вот этот вот он будет выполнен, когда выполнены внутри вот этих. Да. Это секвенс в секвенсе. И секвенсом погоняет. Да, это просто нужно было ветвение делать. В ветвение делать и ждать выполнения каких-то других секвенсов. Да, то есть, у тебя нет единого места, где ты можешь посмотреть весь пол. То есть, банально через wait ты можешь сделать секвенсы последовательными. Даже с учетом всей асинхронности. То есть, асинхронность у тебя скипанется, если ты в каждой по очереди добавишь wait на предыдущий. Почему? Ну, для after all выполнится после того, как выполнится три предыдущих. Смотри, оно не будет лочить его, и когда будет выполнен repeat order, то сервер возвращает ответ. Он ставит вот эти все четыре в очереди и возвращает ответ. Вот. Вот этот метод wait показывает, что нужно ждать выполнения трех остальных. И причем все три остальные выполняются каждой в своем независимом процессе. И after all тоже выполняется в отдельных процессе. И внутри реализация такая, что когда broadcast sequence выполнился, он наполняет сообщение, что типа я выполнился. Кто меня ждет проверки, типа асэрдрил. Потом этот выполнился, и происходит, тоже ивент создается, типа я выполнился, посмотрите, нужно что-то выполнять. И когда уже три выполнились, то становится еще один ивент, что все это выполнили и выполняете уже after all. Ну потому что это не совсем ассинк, это просто ивент в отдельном потоке. Ну вот это и есть синхроны. А синхроны? А, ну не параллельность. То есть синхрон, синхроны, но параллельность. Ну параллельность или нет, зависит от того, сколько воркеров. Сколько воркеров, да. Ну например, я использую сайтник. Нет, резкий использую. У меня там где-то около 20 воркеров. Нет, это понятно. Но просто если один секенс ждет результат выполнения другого, он может быть как ассинк, потому что он в другой очереди, да, или другой воркер его выполняет. Он все равно ждет выполнения этого секенса. Ну он ждет. Так он и создан, чтобы жгать. Ну да, он непосредственно был конец. Ну это да, это следует. Смотри, для чего это надо. Вот в этом загвоздка. Это надо для того, чтобы максимально подробить каждый день из секенсов. Например, у тебя один сломался, другой не сломался. Тебе не надо всю секруцию запускать. Ты можешь спокойно пережить после того, что сломался, и потом дальше продолжит выполняться весь тэк. Еще вопрос. Если у нас три секенсы выполнились, и мне нужно после их выполнения получить результат. Ну, допустим, вороны у меня есть. Если они меняются. Смотри, у тебя подписан. Смотри, у каждого есть пропсы. Пропс — это нативный тип данных. Там будет какой-нибудь хэш, либо массив, либо просто аргументы. И когда первичный секенс выполняется, ты указываешь, как использовать и реализовать данные. И ты берешь айтишник ордера. Ордер, ну вот сам этот instance-класс ордера, он не хранится где-то. То есть ты его все время достанешь, что-то с ним сделаешь, положишь. Потому что он, если его хранить, это невозможно. Даже если их хранить, то он самый устаревший. Скажи, пожалуйста, await как реализован? Получается, то есть доходит время до джоба, она лезет в очередь, смотрит, выполнились ли все нужные идеи, да? Вейд — это такой же... Есть типа ивенты, которые бизнес-логику описывают, а есть системные ивенты. Внутренняя имплементация — это когда описывается вейд, то в каждой из этих фиккенсов добавляется специальный ивент в самый конец. А, чтоб они триггерили это. Они триггерили, да. Мне вообще интересно, кому это такое интересно, и пытался это реализовать. Кому это пригодилось вообще? Эту машину чем-то напоминает, но как-то вообще разъем. Есть такой проект, как Bush. Который собирает всякие какие-то джобы. Да, да. Он собирается, там как раз можно сделать workflow более понятным. Здесь, честно, я вот посмотрел, можно застрелиться, когда у тебя их там несколько. А, ну вообще, когда у тебя сложное событие происходит, и ты работаешь в какой-то там, например, в блогистике, то у тебя там вообще застрелиться можно. Просто общаясь типа с бизнес-аналитиком. Выглядит юзамен. Вот. И буквально вчера мне идея появилась, реализация вот такой вот. Вот. Вот так вот вынести, и то, что оно есть в nest, там, вложенное, не вложенное, описать вот так вот. И это больше похоже на аист, и из него можно даже попробовать генерировать какую-то диаграмму. от них было написать. Ну вот. Лучше так и обложение реализовывать. Обложение, да. Обложение, да. Обложение, да. Обложение, да. А сколько? Да. Вот у меня... И закончилась моя презентация. Есть ли у кого-то еще вопросы и пожелания? Либо могу еще открыть код с примером. И можем обсудить все. А есть какая-то... Вот у нас создавали этих сиквенсов, они размазаны по той вот куче файлов, а есть ли какой-то там, я не знаю, рейковая таска, которая тебе в диаграмму построила, и потом посмотри, вообще, правильно или нет. Ну, я там только что пару минут назад сказал, что это можно и классно было бы сделать, вот. Но я не сделал бы, что мне не надо было. Забываю еще про такую штуку и сказать, что... Ладно. Очень часто приходится еще... Каждый event, который приходит на контроллер, его записывать, и кто это сделал, и что там было произведено действие, и возможность откатить эти действия. Например, там кто-то говорит, кто-то сказал поставить то, что на самом деле не нужно было поставить, и кто это сделал, это вообще ошибка в коде, либо это ошибка пользователя. И вот в реализации в библиотеке Operational там модуль есть, который записывает в базу данных каждый раз, какой-то event сделан, и какой статус, и в каком процессе в плане находится, и кто, собственно, сделал. Вот. Вот здесь в дальнейшем тоже это добавить. И... Ну, короче, важно, чтобы... Ну, не очевидно, возможно, часто никому-то не надо, но это реально классно, чтобы... трекает... Трекает... Да, это трекает историю, кто что сделал. Кто что сделал, какой модуль был вызван, и какие действия были в нем сделаны. Ну, хорошо, например, мы обновили там поле в WordBerry, например. Ну, да. Ты сохраняешь, чтобы поле такое-то было изменено с какого-то на какой-то параметры. Ага. Ну, вот это и трекер. Ну, в веб-библиотеке этого нету, вообще, ну, реализуется поверх этого, если надо, добавляешь дополнительный event каждый раз. Вот. Ну, чаще всего это не надо, и это будет загружать базу и вылечивать скорость запроса, скорость ответа. Что это за плагинчик такой для Chrome? Блин, какой-то плагинчик для Chrome, и там, типа, все эти показываются. Список паликов. Надо себе найти. Так. Ну, если вопросов больше нет, спасибо тебе большое, тебе любят. И у нас обеденный перерыв вот-вот туда, в дверь, там еда. Да-да-да. Спасибо.